Привет, девчонки! Как у вас дела? Что-то у меня неделька выдалась неповествовательное, зато сейчас вполне возможно есть что показать и может быть даже что рассказать. Но пока я не начала, сразу вас поздравлю с прошедшим 8 марта, пожелаю весеннего настроения и легкости в бытие. И, пожалуй, давайте приступать. Начнем с аристократа в библиотеке. Разработка СТ. Полностью закончила ряд. Тут мы уже с вами видели вот эту часть. Что у нас здесь? Голова. Будем считать, что это животное. Ножки уже хорошо видны. Книга. Стул начинается. И полностью весь ковер прорисовался. Нога здесь уже самого аристократа. И давайте с вами поближе посмотрим, что же на этой неделе вышивалось. Здесь у меня уже полностью впечатление, что это даже не карта, а какие-то картинки. Вполне возможно, да, такие старинные вроде как фотографии. И сама карта. И уже маленький стульчик, на котором эта карта лежит. Вот карта сокровищ. Вот здесь вот красным крестиком отмечено само сокровище, где лежит. И вот тут вода, кустики, земля желтая. Так что я думаю, что если приглядеться, в принципе, даже мы можем это сокровище найти. И полностью ковер. Что могу сказать по поводу того, как это все вышивалось? Ожидала я, что будет значительно сложнее, чем на самом деле получилось. Наверное, скорее всего потому, что часть уже здесь последнюю, когда я вышивала, здесь большое количество цветов уже было вышито. Но, с другой стороны, наоборот, было сложнее в каких-то местах. Что я заметила? Когда я в прошлый раз вышивала, оказалось, что это та часть картины, которую я вышивала по старому еще планшету. Он был совсем старенький. Еще из тех девайсов, которые, знаете, когда уронил, у тебя просто миллион осколков. Не то, что сейчас. Если уронил, то там пыль стряхнул и пошел дальше. В худшем случае, там одна маленькая трещина появилась, и все, которая нисколько не мешает. А тут у меня вышивала я. Этот маленький старый планшет упал, разбился на миллион осколков. Ну и, соответственно, там даже, по-моему, невозможно было сохранить никакой прогресс. И я его как-то так, как смогла, так сохранила. Причем, что планшет-то был, соответственно, мне новый не нужен. А когда он разбился, я сначала вышивала по телефону, потом купила новый планшет. И, соответственно, получилось, что там где-то прогресс не полностью перенесла. Так по памяти что-то переносила. Потом с телефона еще надо было прогресс сохранить. В итоге, когда я здесь начала смотреть, часть вышившего не сохранилась в прогрессе. Ну и, соответственно, это как, знаете, бывает. Примерно тот же самый пример. Например, вышиваешь ты многоцветку, вышиваешь. И не хочется тратить 2 часа на организацию процесса. Поэтому ты кладешь все. Сначала наматываешь на бобинки, потом раскладываешь по пакетикам. Потом эти все пакетики перерываешь каждый раз. И так и вышиваешь. Поэтому ты сэкономил 2 часа и уже 7 лет как вышиваешь эту многоцветку. Так и здесь. Мне было проще вышивать по недопрогрессу, чем потратить лишние 10 минут. Уловить всех этих вышитых крестиков, скажем так. И потом спокойно быстро вышивать. Нет, мне так это слишком легко. Поэтому в итоге вышивала я по недопрогрессу. При том, что часть там еще была с ошибками. И хочется сесть и поскучать. Вот так принял решение. Пойду-ка я поскучаю. Налил чаек. И с четким чувством, что дай-ка я как заскучаю, приходишь. А тут хопса и совершенно не скучно. Так что, несмотря на то, что здесь в общем-то не так много цветов оставалось, скучно в общем-то мне не было. Но вышелось достаточно быстро. И даже на ажиотаже я перешла уже даже на новую область. Благо тут такая рама. В общем-то у меня все рамы плюс-минус такие. Но это одна из тех, которая вообще еще легче всех перематывается. Поэтому я туда ее перемотала, здесь повышивала. И сейчас несложно было размотать и показать, как это в общем в итоге получается. Перематывала я смыслю, что хочу как можно быстрее вышить эту работу. В идеале к маю. Но пока я повышивала вот здесь, вот мне было весело. Но потом как-то скучно опять стало. И я что-то решила, что что-то я опять от этой работы устала. Хотя надо признать, сейчас участок их достаточно легкий. Не так много цветов, а идет легко. И что я для себя заметила, что если раньше я думала, что больше никогда на 16-й аиде вышивать не буду. Слишком большие клеточки. Как-то, наверное, слишком подсвечивает. Хотя лично меня вот то, что подсвечивает, не беспокоит. Тем более я думаю, что когда постирается, будет нормально. Кстати говоря, это нитки DMC. Вот. Но сейчас как-то я вот заметила, что вполне одну хотя бы работу на 16-й аиде самое то иметь. Когда вот хочется немножко дать глазам отдохнуть. То есть все-таки, когда на мелком каунте, там присматриваться приходится. А здесь можно так отодвинуться, раскинуться на диване. Или вообще вот я там чуть ли не полулежа вышивала. И нормально все видно. Можно даже не тянуться, чтобы все увидеть. Что, в принципе, хорошо. Так что вполне возможно, что когда я эту работу закончу, какую-нибудь, может быть, я потом начну на 16-й аиде. Вот. Но сейчас я поняла, что немножечко я от нее подустала. Чтобы совсем не выдохнуться, сделала перерыв. Потому что я, конечно, понимаю, что к маю я, наверное, все-таки не закончу. Потому что мне надо вышибать там порядка 15 тысяч за неделю. А у меня больше тысячи в день. Редко когда получается. Ну, то есть это или неделю расширять, или запросы уменьшать. Что второй, конечно, очень сложно. Но, боюсь, первый еще сложнее. Но ведь хотеть-то не вредно. Поэтому буду продолжать хотеть. Ну, а мы с вами достаточно скоро увидим, что из этой пользы в итоге получится. Ну, да ладно. В общем, я подумала, что да, если бы оба заканчивать и переходить на какую-то другую работу, то я, может быть, не буду так быстро уставать от одной и той же работы, что мне потом надо несколько недель на то, чтобы от нее отдохнуть. В принципе, именно такая ситуация случилась с той работой, которую сейчас мы с вами посмотрим. Это у меня работа «Поднебесный замок. Разработка Чеширский кот». Последнее время я ее вышивала достаточно много. По 7 тысяч за две недели. По нормам. По акции у Чешира, которая недавно закончилась. И уже не первый раз замечаю, что после этой акции то ли из-за норм, то ли из-за того, что слишком много надо сразу вышивать, я выдыхаюсь и несколько недель, а то и месяц, мне нужно на то, чтобы отдохнуть от этой работы. И потом я только могу ее взять в руки. Вот сейчас я уже чувствую, что боль не менее от нее отдохнула. Но что-то, по-моему, было такое, что, может быть, на прошлой неделе я его взяла. Вышло 200 стежков буквально. 10 раз пошибалась. Поняла, что нет, пока еще рано. В этот раз я уже все-таки смогла повышивать. Я уже чувствую, что почти полностью отошла уже от этой марафона этого. И уже могу вышивать. Но уже все равно еще пока не так, чтобы там запой, неделю вообще не отрываясь. То есть мне все равно еще пока нужны перерывы. Но уже, в общем-то, я к ней возвращаюсь. Тут я не так много, на самом деле, вышла. Я как раз закончила, по-моему, тут область. У меня осталось... Да, кстати, был еще с аристократом опыт проведен. Я попробовала вышивать сразу последние две области вот так вот захватить и вышить их сразу вместе идти одним столбцом. Здесь получается 90-100 клеточек. Вот так вот. Обычно у меня столбец 50. А тут я решила их объединить, так как боковые захватывать уже не надо. Нитки припаркованные, соответственно, они каждый раз отвлекают на себя внимание. Ну и в итоге я поняла, что это не еще хуже получается. Совершенно мне неудобно. Я разрываю сразу на две области. Постоянно тянусь то туда, то сюда. И 100 клеточек все-таки многовато для меня. Потому что на экране я их могу поместить. Но постоянно приходится увеличивать экран или уменьшать, чтобы можно было парковочную метку поставить. Совсем уже нитку заканчивать на такой большой области и потом только на новую переходить мне тоже не очень удобно. Я вот поняла, что даже и не столько из-за того, что там сложно как-то, а скорее вот мне больше нравится, когда вот здесь вот область меньше зашита. Тогда красиво получается. А то каждый раз берешь работу в руки, и она как на откусанное яблоко. Хочешь доесть? Нет, спасибо, я лучше свежее возьму. Вот так и здесь. Когда вот это вот все тут вот уже намешано, уже чуть нет ощущения вот этой новизны. Пусть даже эту работу уже здесь у меня сколько? 51%. Да, то есть вряд ли тут можно назвать это новизной. Но в то же время, когда даже пусть я на новый участок прихожу, который полностью белый, а это вот есть ощущение вот этого свежего яблочка, которое еще никто не покусал. А тут приходишь и думаешь, кто потрогал мою вышивку? Что он с ней сделал? И главное, зачем? Так что здесь я все-таки стала вышивать 50 клеточек на 10. Причем что у меня немножечко поменялась такая вот, адаптировала это под себя. То есть я вот здесь вот заканчиваю, но сначала я иду десяточками в высоту, а последний уже беру сразу 20. И тридцатку захватываю только если мне надо нитку закончить, но не всегда. Поэтому как-то так вот оказалось самый удобный, самый быстрый вариант. То есть на сейчас я вот чувствую, что, наверное, я пока наэкспериментировала с техниками, ну пока не придумала что-то новенькое, интересненькое, что бы мне хотелось бы попробовать. Пока не придумала. А если придумываю, я срочно это попробую и сразу обратно возвращаюсь. Ну так вот. Я решила, что пока я на данный момент вот такая техника у меня самая быстрая и комфортная получается. То есть я здесь дохожу до конца, нитки заканчиваю, которые заканчиваются в ближайшем окружении, а которые не заканчиваются, я их безжалостно обрезаю и припарковываю на органайзер. При том, что органайзер я все-таки решила вот так вот переделать. Это получается у меня. Выглядит вот так, когда я вышиваю. Попробовала я повышивать один вечер со старым органайзером. И поняла, что все-таки вот эта вот вещь, когда все иголки, все цвета на одной полосе, на конве, даже удобнее, чем если вот это на листу. То есть это должно быть в одну полосу. Значительно быстрее. То есть здесь мне не надо никуда тянуться, ничего брать. И вот с одного вечера я поняла, что не, лучше я потрачу еще там часик. Но, кстати, на такой органайзер очень мало времени тратится. То есть мне пришлось тут вбивать в компьютер цвета по порядку, потому что не все у меня были. У меня, по-моему, бленды были, а вот эти вот не было. Потому что блендовые органайзеры я уже распечатывала до этого. То есть мне пришлось вбивать цвета в компьютер, распечатать, дырочки по дыроколам проделать. Потому что это вот самое главное, наверное, в этом органайзере, что в эти дырочки, если иголки втыкать, нет никакой проблемы, что очень мелко получаются цвета, потому что здесь вот очень легкое идет отношение иголки к цвету. Потому что по дырочкам ориентируешься и вообще нет никакой путаницы. У меня здесь там ткань, но она как бы так, в нее иголка немножко втыкается, но если даже она просто болтается, она никуда не уходит. Поэтому ткань там есть, фетр, я ее пришиваю, но без такого специального, ну то есть не какой-то там специальный фетр. Это вот просто самый простой, который самый тоненький, худенький, самый дешевенький, который у меня был, который я пускаю вообще на везде. И что здесь? А, и вот здесь вот кармашек, в который я складываю нитки. То есть в любой момент я могу вот этот органайзер убрать, если он мне надо перемотать что-то или что-то неудобно, или мне там фотографию захотелось красивую сделать. Я и красивая фотография. Ха, смешно. Так вот, и вот в кармашке очень удобно. То есть они не путаются, тут лежат, и всегда их можно отложить на стол, этот органайзер, потом обратно пристегнуть. Что с этим органайзером интересно? А, ну и скорость у меня улучшилась, мне кажется. Мне стало значительно удобнее. Поэтому теперь я решила, что на те работы, которые я вышиваю более-менее часто, я вот сделала такие органайзеры. Так стало удобно. То есть у меня сейчас пока только три таких работы. Вряд ли я буду остальные тоже переводить, потому что если я вышиваю работу раз в месяц, то основного органайзера на все работы более чем достаточно. А вот те, которые по несколько раз в неделю, это дело. Вот, с органайзерами. Ну и, соответственно, здесь жду не дождусь, когда я уже все-таки закончу вот эту область и перейду к вот этой. Не потому что мне хочется ряд закончить, а потому что мне вот эти вот припаркованные нитки мешают. Первое, это то, что я вот заметила, что если я вышиваю на кресте, у меня в день где-то получается, ну скажем, тысячи примерно, плюс-минус крестов за вечер. А если я вышиваю полукрест, как здесь, то по логике должно быть раза три быстрее, потому что у меня, соответственно, я не закрываю полукрестик, а потом у меня нитка значительно дольше. То есть если на кресте у меня на 60 клеточек хватает одной нитки, надо лезть в органайзер, чтобы ее новую в иголку вставить, то здесь бывает 200-250 стежков, которые пока иголку не надо менять. При том, что здесь, в принципе, к органайзеру, наверное, тоже меньше приходится еще обращаться за счет того, что протяжки можно сделать длиннее. И вот у меня был вопрос. Почему же у меня не получается в три раза больше, получается процентов на 30 больше? И мои личные выводы, лично в моей ситуации. Первое. Органайзер, скорее всего, здесь ни при чем, потому что я уже считаю, что я неплохо так доработала свои органайзеры, так что очень быстро происходит процесс смены и нитки, и иголки, и в этом плане не сильно большая затрата времени происходит. А самый ключевой у меня момент, получается, это то, что я трачу очень много времени на схему, на работу со схемой. Бывает ли у вас такое, что вот вы открываете один следующий цвет, да, и вот там 10 крестиков, вы столько же думаете по времени, как их вышить, вышить их или не вышить, а добавить ли в эту область или потом в следующий раз, за это время уже бы эти 10 крестиков должны были бы вышиты. Пока их выделишь, вышьешь, потом обратно выделишь, а еще сверху посмотришь, они припаркованы ли здесь ниточкой, или может быть здесь вот еще пару стежков, которые можно захватить. Там уже не 10, а все 20 можно было бы клеточкой вышить за это время. Так вот. Вот в этом одна из проблем, то, что здесь вот мне каждый раз вот цвет выпадает, я думаю, а вдруг у меня там наверху уже нитка припаркована, я здесь новую веду. Поэтому вот хочу, во-первых, как можно быстрее избавиться от такой техники, когда вот куча всего припаркованных ниток, а оставлять только вот припаркованные нитки в этом столбце, которые идут вниз. Ну, очень редко, когда еще в бок их иногда отводить, но вот сверху не оставлять. Это должно мне по логике сократить время размышления о том, что не припаркована ли литка где-то там наверху, и может быть мне ее оттуда повезти. Ну, а второй вывод из этой ситуации таков, что надо все-таки меньше мне внимания уделять на то, чего там по бокам творится. То есть я вот выделяю в схеме область, которая вот у меня здесь вышивается, и пусть будет там 10 или 20 клеточек вниз, и в бок 20. Вот то, что я здесь вижу, быстро принимать решение. Потому что по факту, то, что, особенно на кресте, хотя здесь, мне кажется, то же самое, абсолютно никакой разницы нету, я дольше думаю, вышивать или не вышивать, и выделяю схему, двигаю ее туда-сюда, обхожу этот цвет, если я решила, что он лучше будет вывышать в следующий раз, когда на новую область пойду. То есть если он где-то на границе, я думаю, ну вот здесь основной цвет сходится, а здесь вот один крестик, так я его в другую область переведу. За счет этого я постоянно его обхожу в схеме. Проще было взять органайзер, облака вот цвета, вышить один стежок, обратно на органайзер иголку положить, чем каждый раз на 60 цветах обходить этот цвет вручную. Или на каждом цвете думать, а вот добавить этот крестик, не добавить. В общем, в этом итоге я себя сейчас стараюсь переучивать и как можно меньше времени тратить именно на принятие решения вышивать по максимуму то, что видно. Может быть захватывать ближайшие стежки, но особенно не углубляться в сторону. Ничего страшного, если я здесь сейчас нитку введу, немножечко проведу, обрежу, а потом сюда еще на три крестика или на три стежочка ее введу. Во всяком случае, я надеюсь, что мне это как-то поможет вышивать чуть-чуть быстрее. Ну и напомню, что в моем случае я бы не сказала, что вышивка прямо супер скоростная, быстрая. В моем случае это самоцель. Признаю, конечно, есть у меня некоторые работы, которые я бы хотела все-таки как можно быстрее вышить. Повесить на стенку и сказать, да, действительно, я могу не только до 50% дойти, но и дальше. Но это нисколько не умаляет моего мнения, что все-таки скорость это не самоцель. И я не готова сидеть три раза дольше по времени в день, чтобы увеличить скорость вышивки в день. Я бы все-таки постаралась увеличить скорость вышивки в час, если это возможно. А это больше так интерес и спортивный азарт. Поэтому пока интересно посмотреть и переучить себя. Может быть, это будет удобнее. Ну и, соответственно, если я буду чуть-чуть захватывать, в общем-то, это уже не мое, на самом деле, открытие. Это просто окончательно и до меня дошло, что Ага, Эврика, не зря девчонки так говорят. Оказывается, и мне тоже так надо. Потому что, я помню, Аня канал Накитана, по-моему, это говорила еще несколько лет назад, что лучше она быстренько потом выделит эти все приближающие два крестика вручную, чем будет каждый раз выделять их на схеме и принимать решение. Поэтому, например, она даже вообще не открывала на тот момент область дальше, чем она видит, там, на пять клеточек. И все, чтобы даже не отвлекаться на них. Вот и я дошла до этого вывода. Медленно, но я же дошла. Я тоже молодец. Хотя в моем случае еще посмотрим, что я скажу в следующем видео. Вполне возможно, скажу, что это все глупости. В моем случае все работает наоборот. Давайте я все опять начну вышивать по цветам от большего к меньшему на всей площади Тысячника. Так вот, что же мы с вами видим на этой картине? Что же здесь прибавилось? В общем-то, тут уже, наверное, вот эта башенка, какое-то уже здание у меня, начинает больше прорисовываться. Мне кажется, вот мы с вами обсуждали, что вот тут башенка появилась, а здесь только наметки. И вот тут вот было. А сейчас уже у этой второй этаж появился. Если мне не изменяет память, тут должна быть большая колокольня. Так что вполне возможно, что это просто один из элементов большого здания. В общем-то... А, еще что-то интересное. У меня здесь, в общем-то, уже закончились все зеленые шарики. Как-то так абсолютно незаметно и непринужденно. Я думала, что ни в коем случае не буду вышивать ей зеленый цвет. Даже там не столько зеленый цвет. Там я не хотела вышивать от меньшего к большему на этой картине. Потому что если я поушиваю весь зеленый цвет и весь розовый сразу, то мне потом будет скучно вышивать только голубым. В итоге я вот этот зеленый вышел. Я даже не замечу, что я его вышивала зеленым. И что-то особенное тут произошло. Так что вполне можно было на тот момент вышивать все зеленым и не переживать. Ну, а в итоге мы с вами видим, что у меня здесь куча... Куча-не-куча. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Да. Восемь шариков-лампочек уже появилось. И мост уже, который они освещают. Да. Я, по-моему, говорила, какая я молодец, что я могу снять этот органайзер. И сразу станет все хорошо и удобно. И он быстро это делается. Поэтому я буду его пришимать руками, чтобы на мои руки полюбоваться. А снимать в следующий раз, когда буду перематывать. Я надеюсь, что рано или поздно это случится. Я все-таки закончу этот ряд. И перейду к ненадкусанному яблочку на этой работе. Ну да ладно. Тут мы уже с вами полюбовались на 51%. Давайте посмотрим, что же я еще вышивала, когда немножко решила отдохнуть от аристократа. Кто бы мог подумать. Вышивала я Бурное море 2 от Чеширского кота. А почему? А вот даже я вот не знаю почему. Просто решила, что отдай-ка я именно его повышиваю. Хотя была у меня четко уверенность, что я еще ее долго не возьму в руки. Потому что есть что-то другое повышивать. А нет, оказалось, что нету. Только это и есть работа на тот момент. Нет, на самом деле, просто захотелось повышивать. И тут у меня немало ниток припаркованных вот тут вот наверху. Но я решила, что я сейчас ими вышивать не буду. И что-то мне захотелось закрыть все эти дырки. Но в итоге оказалось, что дырок значительно больше, чем у меня хватило времени на то, чтобы их позакрывать. Так что у меня тут только вот такой маленький участок прорисовался. Не знаю, если бы я вышивала своим обычным методом 10 на 50, вполне возможно, чтобы прорисовалась бы больше. Но вот тут как-то вот я пока вышиваю по цветам. Хотя четко рассказываю каждое видео, по-моему, что это не мой метод вышивки. И мне он сильно нравится. И очень быстро мне это получается. Но здесь мне каждый раз не хочется вставлять нитки припаркованной. Потому что я каждый раз не уверена, когда я к этой работе вернусь. Тем более она на пяльцах. Поэтому вышиваю вот в этой области. По-моему, у меня сейчас область вот такая вот. Да. А потом я еще заканчиваю нитку. Поэтому у меня получается по цветам. Ну и, соответственно, нечего тут на самом деле смотреть. Тут у меня вот камушек когда-нибудь будет. Когда-нибудь. Сейчас только тень от камушка. И здесь когда-нибудь будет волна. Ну тоже. Когда-нибудь. Сейчас у меня только запах волны, по-моему. Но согласитесь, когда нету моря, то хотя бы его понюхать это уже хорошо. Ну, во всяком случае, не знаю, как для вас. А для меня хотя бы понюхать это уже хорошо. Но в этот раз нюхала я камушки. И вот здесь немножечко закрыла. Думаю, что в следующий раз, если меня что-то не смутит. Тут на самом деле, насколько я помню, осталось два цвета. Или три. И вот здесь у меня уже будет четко рисуночек прорисовываться. Вот. Я вышивала эту картину. И потом подумала. Отдай-ка я сделаю перерыв. В чем я сделаю перерыв? Я продолжала делать перерыв в аристократе. Я тогда закончила ряд. И думаю, какую бы я работу хотела повышевать. Одно взяла, потрогала, посмотрела. В итоге даже... Да, не только потрогала, но пощупала. И уже даже нитки перебрала. Поняла, что нет, наверное, не ее. Еще рамы попередвигала. И тут я обнаружила, что оказывается, что у меня есть девчушка, которую я давно не вышивала. И по которой я успела соскучиться. Первое. Это у меня ассоль. Дитя, озаренное сиянием Божиим от СТ. Второе. Девчушку саму, личик особенно, я здесь вышиваю парковкой по рядам. У меня буквально полминуты назад здесь был миллион органайзеров. Но когда я доставала эту раму сейчас и положила ее на стол, они мне все отвалились. И теперь у меня просто куча ниток. Что замечательно. Но я не отчаиваюсь. Они просто куча ниток, которые еще, я думаю, вполне возможно распутать. Если их не затягивать. Так что мы с вами не будем убирать это из кадра. Будем считать, что это просто шевелюра. Замечательная грива волос. Это картина. И так это должно быть. Эх, ладно. Пойду все-таки разберу нитки. А то так вышивать все равно не получится. Сейчас разберу и вернусь. Вот теперь намного лучше стало. И вышивать будет удобно. И не так уж много времени на самом деле заняло. Минут может быть 10 максимум. Тут даже посмотрела, что в общем-то можно было бы девчушку уже полностью здесь вышить. Но так как я все равно уже решила выравнивать по лицу. Поэтому все-таки перекручу и буду уже доделать ее полностью. Я вам расскажу страшный секрет. Здесь я решила, что все-таки тоже мне пора заканчивать с количеством миллионов припаркованных ниток, которыми я возвращаюсь от случая к случаю. И кто переживал, что я ее не вышиваю, не-не-не, я ее уже вышиваю, я соскучилась по ней, да. И меня не смущает на самом деле, что у меня тут в основном фон остался. Кстати говоря, что когда я ее вышивала, подумала, что интересно это совпадение или нет. То, что у меня обе картины от СТМ, больше половины картины это фон. Стена причем бежевая. Наверное, это просто течение обстоятельств. Но смысл в том, что у меня и там, и там, в принципе, по большей частью осталась именно она. Стена. Так вот, здесь я в итоге решила, что мне надо все выровнять на этот уровень. Здесь я сейчас нитки, уже осталось на самом деле два цвета, и здесь у меня припаркованных ниток практически не останется. Я их все буду заканчивать. Тут их было значительно больше. Вот эту часть я вот тут закончу. То есть, если я в прошлый раз говорила, что у меня будет всегда тут много припаркованных ниток, я ее буду брать, эти припаркованные нитки вышивать и сразу довешивать новые, чтобы было чего схватить. Тут я теперь решила, что смысл в этом не имеет, потому что я здесь тоже органайзер сделала такой же, как и на тех. И я надеюсь, что у меня будет уже... Во-первых, я вот здесь вот вышиваю. Эту область я тут уже прошивала за этот раз. И у меня вот эта стена прекрасная появляется. Тень антифчушки. И все прекрасно. Так что я здесь двигаюсь. Да, смотрю на свою прекрасность. Я думаю, пора заканчивать с видео и идти эти нитки дальше продолжать вышивать, чтобы их не так много было. Ну вот. В общем, я вам все показала. Как и есть. Местами даже слишком есть. Поэтому и на этом, пожалуй, буду прощаться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok